Сбой прошивки и человеческое бытие. Юный серий Китон не одинок. Мы уже более 50 лет лечим отдельные тяжелые формы эпилепсии, радикальной гемисферектомией. Странно, но удаление половины мозга не слишком влияет на уровень интеллекта или двигательные способности. Хотя, большая часть идущих на операцию пациентов, в отличие от Китона, страдает умственной отсталостью с самого начала. Зачем? Надо удалять именно полушарие. Я не очень хорошо понимаю, если вы всего-навсего пытаетесь разорвать петлю обратной связи, почему бы не перерезать только мозолистое тело? Может, чтобы предотвратить синдром чужой руки? И если так, не значит ли это, что хирург сознательно уничтожает разумную личность? Опиоиды материнского инстинкта, которыми пользуется Хеллен Китон, чтобы запустить в себе материнскую любовь к сыну-инвалиду, выросли из недавних работ по моделированию дефицита привязанности у мышей. Железоядные облака, идущие по следу огнепада, основаны на описанных плейном и других. Языковедческий жаргон банды четырех я натролил по разным источникам. Манера команды Тезея разговаривать на нескольких языках сразу навеяна размышлениями Грэддала, который предполагает, что наука должна владеть множеством языков, поскольку язык определяет образ мысли и единственный универсальный язык науки ограничил бы наш взгляд на мир. Предшественник расширенного фенотипа Шпинделя и Каннингена уже существует в лице некого Мэтью Нагеля. Язвительный наезд Саши на психиатрию XX века вырос не только из органичного личного опыта, но также из пары статей, срывающих налет таинственности, с так называемого расстройства множественной личности. Не то чтобы с идеей был непорядок, но и с диагностикой определенно. Вариант фибродисплазии, убившей Челси, основан на симптомах, описанных Капланом с сотрудниками. И, верьте-неверьте, лица, которым Сарасти пользовался ближе к концу книги, представляют собой реально существующую форму статического анализа. Лица Чернова, которые эффективнее обычных графиков и таблиц, передают существенные характеристики набора данных. В ложной слепоте Бен назван излучателем ОАСа. Официально такого термина не существует, но Юмико ОАСа описывал неизвестный до сих пор класс инфракрасных излучателей, более слабых, чем коричневые карлики, но, вероятно, и более многочисленных, массой от 3 до 13 масс Юпитера. Для моей истории требовался объект относительно близкий, большой, чтобы поддерживать магнитное поле газового гиганта, но и достаточно маленький и тусклый, чтобы успешно избегать обнаружения в ближайшие 70-80 лет. Излучатели ОАСа неплохо подходят для этой цели, невзирая на явные сомнения в их существовании как таковом. Конечно, учитывая, как мало мы на самом деле знаем об этих зверушках, детали мне пришлось предполагать. Для этой цели я понатаскал данные из многих источников по газовым гигантам или коричневым карликам, экстраполируя их по необходимости вверх и вниз. Выстрел из супероружия Ротшаха издалека выглядит удивительно похожим на сверхмощную рентгеновскую радиовспышку, какую недавно наблюдали на коричневом карлике. По всем признакам, слишком легким для подобных фокусов, вспышка продлилась 12 часов по мощности, она в миллиард раз превосходила все, что может выдать в этой части Юпитер и явилась, предположительно, результатом завихрений магнитного поля. Комета Бернса-Кокфилда отчасти основана на транснептуновом объекте 20СР-105, нынешняя орбита которого не может быть объяснена полностью гравитационным влиянием известных тел Солнечной системы.